Ну, посильное прорезывание это показание, да, клиническое. А если под ортопедическую конструкцию это делать, то нужно от ортопеда точные параметры получить, насколько его нужно. Если это до полутора миллиметров, вы имеете право сделать классическую генгивоэктомию, просто красиво и аккуратно, скальпелем ровным, хорошим. А если это больше полутора миллиметров, значит вам нужно будет препарировать, лоскут перемещать, убирать столько, сколько вам нужно убрать для той новой клинической высоты, что вы создаете новый уровень клинического прикрепления Диснея. Поэтому, конечно, нужно убирать кость. Ничего тут такого нет. Для того, чтобы потом у вас не было вот этих наплывших гипертрофий на коронке через полгода у пациента, нужно убирать кость, потому что Дисна восстановит потом свое, она ровно пойдет и вырастет на эти биологические все свои параметры. Но только ортопед должен все эти параметры. Я, например, работаю даже так, мне ортопед делает сразу временные коронки на заданную высоту. И я ориентируюсь по ним, принимаю решение, какая операция будет. Шаблоны мы раньше делали, но сейчас мы временные коронки делаем, так проще. А если еще не обработаны зубы, например, цвета винира, то мы делаем шаблон просто пластиковый, техниковый. Но я не режу по нему, я просто ориентируюсь по нему. Поэтому с соблюдением всех, но это все не тема сегодняшней беседы. Извините, пожалуйста. По поводу применения аутотрансплантатов в области имплантатов. Последнее время очень это широко, методика применяется. Очень много отсутствует длительных наблюдений, к большому сожалению. То есть и сказать, как, при какой методике будут вести себя аутотрансплантат, то, что он у вас не умер, это еще ничего не значит. Мы не знаем о его поведении на будущее. Может быть он там регенерировать наоборот, да, как-то активно. Или он тоже будет подвержен атрофии, потому что ему будет тоже недостаточное питание. То есть очень много вопросов это оставляет. И на сегодняшний день мы можем только предложить протокол определенный, да, какое количество должно быть трансплантата, чтобы закрыть тот или иной дефект, как работать с принимающим ложем, какой должен быть лоскут, который перекрывает, да. То есть мы пока исходим только из физиологии того места, в котором работаем, то есть переимплантная зона, и мы говорим о кровоснабжении в переимплантной зоне, о том, что она там очень страдает, и о том, что мы постоянно всеми возможными методами пытаемся улучшить состояние сосудов в этой ткани, состояние сосудов в костной ткани и так далее. Поэтому особенности мукогенгивальной хирургии в области имплантатов именно связаны с тем, что у нас всегда есть дефицит питания. Почему зачастую в переимплантной зоне приветствуются трансплантаты на ножке? И как и на этапе раскрытия формирователей Дисны, да, и так на этапе установки имплантатов, если это возможно, конечно, очень приветствуются вот эти все методики, которые предлагают несвободные десневые трансплантаты, потому что со свободными десневыми трансплантатами достаточно еще много вопросов. В области переимплантной зоны, когда зачастую нет у нас возможности создать такое вот хорошее принимающее ложе, чтобы трансплантат, вот он на авось у вас остается. Бывают и такие работы, когда все усилия нивелируются, потому что там просто нет ничего, ни слизистой, ни горкосницы, ничего нет. Это голая поверхность имплантата, и абатмент какого-то, то есть как бы ты ни старался, иногда это вот невозможно сделать, но, к счастью, таких работ немного. Поэтому я бы хотела обсудить лечение атрофеи. Мы пока поговорим о атрофеи без воспаления. Вот классическая клиническая картина. Ну, в общем, конечно, это переимплуантит. Это переимплуантит однозначный. Здесь керамический циркониевый абатмент и циркониевая коронка. На нем работа сделана 4 года назад, не в Санкт-Петербурге. Я даже не знаю, где это пациентка делала. У пациентки парадонтологический статус. У нее парадонтит средней тяжелой степени тяжести. Уровень костной ткани, то, о чем мы сегодня с вами говорили, уже заведомо был высоко. И ортопед, зная это, сразу ее уговорил на керамический абатмент. Я так думаю, что он предполагал, что... Да, потому что она мне так это объяснила. И в течение двух, где-то полутора лет развилась вот эта ситуация, как рецессия. Мы будем ее называть, потому что атрофический процесс в области мягких тканей, это рецессия Дисней. В области, это 22-й зуб, в области имплантат. Вот так это выглядит. У нее, слава богу, не ушли никуда межзубные сосочки. Да, это нам очень на руку было. Но пациентка, она очень такой социально активный человек. Она человек творческий, она постоянно работает везде. Она улыбается, разговаривает, она преподает культуру речи и так далее. Для нее это было очень важно, что у нее это видно. У нее здесь не в эти улыбки. А вот у нее на центральном, что это такое? Где? Это гипертрофия. Балкон какой-то. Ну да, такое впечатление, что там ускубали. Это? Это продантальный карман так выглядит с грануляциями. Вот у нее вот эти светомые. Там грануляция. Это такой плюс объем, который грануляционные ткани дают. Это четвертый, это так ей имплантаты поставили. Коровки. Имплантаты в кость поставили. А кость-то высоко. Ну, вы же ее пишете. В общем, да. Она теперь хочет, чтобы я ей... Закрыли. Да. Ну, значит, надо обратить внимание, на что мы сейчас будем оценивать критерии. Есть заведомый вертикальный дефект слизистый. Отсутствует прикрепленная десна, опекальная рецессия. Что есть и положительное. Есть неплохой, на самом деле, биотиф. Биотиф еще. Да. Да. Хороший биотип Дисней и сохранность между двумя сосочков. То есть, это будет хорошее мясо для глаз. Второй. А, да, Дисней. Это классическая рецессия. Ну, вот, 5 миллиметров. Это рецессия. То есть, на абатменте, да. На фонке. Ну, это трансплантат. Экспитализация вам. Сделано по методике кронального смещения. Просто классической. Такой вот. Двухслой. Да? Да. Он фиксирован двумя швами всего лишь. Что? Лоскут полнослойный. Нет, я поняла. И так же отвернули, да? Да. Это вот то, что мы вчера с вами как базу проходили. Я убрала немножко коронку по высоте. Это заметно. Но как умело, очень аккуратно, чтобы ее... Да, не расколоть, потому что мне нужно было, чтобы она была ниже. А ортопед оказалась не готова в этот день. Она вообще не поняла, что... Мне нужно... Я вообще думала, что они ее снимут, если честно, и сделают мне, как я просила, временную. Да. А пациентка записывала за полтора месяца. Она очень занятой человек, и я уже не могла ничего придумать. Вы пересерифовали? Вы пересерифовали, да? Я убрала вот этот вот, да, миллиметра, наверное, два с половиной, где-то по высоте. Я убрала коронки. Она была очень высокая просто у нее. Шейку, шейку, да. Не, ну я потому, что здесь видно, что я ее убирала. Это этап снятия швов. Это 14 дней.